Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Он такой достаточно коротенький, но на мой взгляд весьма ёмкий. Мама говорит мне страшные вещи. Вот. Наверное я не буду засчитывать это. Мне кажется это не очень уместно, а просто можно сказать, что вещи действительно неприятные. В целом содержит в себе обесценивание, посягательство на ценность человека, на его право на жизнь. Вот. И в целом какое-то вот пренебрежение. Значит, что здесь в первую очередь является примечательным в этом вопросе? В первую очередь примечательным в этом вопросе является отсутствие вопроса. То есть его нет. Вот. И в связи с этим, в связи с этим, хочется спросить, о чём ваш вопрос? Ну мама говорит вот какие-то вещи. Да. Мама говорит эти вещи. Это вещи, ну, неприятные. Понятно, что это вещи неприятные. Понятно, что это вещи больные. Потому что они могут причинить боль. Они, наверное, причиняют боль. Отдельным моментом является то, как вы с этой болью обращаетесь. Ну прям буквально, да. Вот вам больно, например. И вот что вы делаете с этой болью, когда вам больно. Вот. Но вы говорите о том, что мама-то, вы называете, то-то она вам говорит, страшными вещами. То есть это вещи, по вашему мнению, они страшные. Они не больные, да? Они страшные. И мой вопрос к вам, он заключается в том, чем они страшны. То есть, ну вот, вот, серьёзно и, ну, буквально, вот, чем эти вещи страшны. Если они, ну, если они для вас, вот, страшны. Вот. То есть, ну, наверное, как-то вот, предполагаются, да? Что вас, что, что вас эти вещи, значит, ну, пугают. Предполагают. Вот. Предполагают, что вас эти вещи пугают. Ну хорошо, хорошо, чем они вас пугают, если пугают, чем пугают, как пугают, вот, это важный момент на самом деле, это очень важный момент на самом деле, потому что, если вас это пугает, то нужно понять обязательно, чем, вас пугает тем, что мама права, вас пугает тем, что мама как-то вот, ну, лучше знает что-то про вас, о вас, то есть она как-то вот обладает, ну, условно, да, какой-то информацией, который не обладаете вы, понимаете, да, что вот это, как-то вот история про предметность, больше, это история про предметность, это история про то, как вы воспринимаете эту информацию, вот. Знаете ли вы, например, что мама имеет в виду? Что она пытается вам сказать? Вот. Ну, я думаю, что она пытается вам сказать. Вот. Вот. Ну, своими вот, своими такими вот высказываниями, да? То есть, что она хочет сказать вам. Вот. И так далее. Хорошо ли вы, грубо говоря, хорошо ли вы свою маму знать? Хотите ли вы её знать? Вообще, может быть, вы не хотите её знать? Может, вам не интересно? Ну, она вам не интересна, ваша мама. Вот. Вы поймите правильно, она не должна, она не должна вам быть интересна, вы поймите этот момент, пожалуйста. Что она вот, ну, не должна быть вам интересна. Вы не должны ей интересоваться, я имею в виду, если вот не хотите. Ну, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы описываете, я бы как-то вот сказал, что, наверное, наверное, ваша мама для вас важна. То есть, у вас есть к ней какое-то внутреннее, ну, требование, внутреннее ожидание, вот, чего вы хотите от, допустим, ну, чего вы хотите от неё и, соответственно, ваше собственное реагирование на то, когда это не реализовывается по той или иной причине. То есть, ну, вот, когда оказывается так, что вы не правы. Относительно, вот. Относительно, вот. Относительно, опять же, своей, ну, своей мамы, например. Например. Вот. Очень важным моментом, очень важным моментом является ваша внимательность, ваш интерес к собственной жизни. То есть, ну, вот, ну, буквально. Интересна ли мне моя жизнь? Как я этот интерес проявляю? Как я его чувствую? Как я его реализовываю? Живу ли я своей жизнью? Или, условно говоря, только жду и только ожидаю? Что мне скажет надо? Что мне скажет надо? Вот. 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 Тоже такой момент достаточно, ну, достаточно серьёзный. Т.е. не слишком ли вот, не слишком ли вот, а, ну, в вашей жизни, да, много, а, ну, много мамы, э, ну, в вашей, вот, не слишком ли много в вашей жизни. мамы, вот. То есть не слишком много вот отношения вы ей придаёте. Своей маме я имею ввиду. Вот, там ещё она говорит так далее. Вот. Ещё один очень важный момент заключается в том, как вы к себе относитесь. Ну, в смысле того, что она вас обесценивает. Она вас обесценивает, она говорит вам, ну, какие-то вещи вот, ну, неприятные, да? Ну, вам. Вот. А как вы-то к себе относитесь? Да. То есть мама, случайно, не подтверждает то, что вы сами о себе думаете. Мама, случайно, не подкрепляет те мысли, которые у вас есть, у самой относительно себя. Вот. Потому что если, вот, если подкрепление такого плана есть, да, то это же ваша активность. Уже получается. Это ваша активность и это просто вы, ну, по сути, делаете сами с собой. Понимаете, да? То есть вы это вот делаете сами с собой. Вы обращаетесь, ну, с собой так. Вот. И к чему вас это приведет? Куда вас это приведет? Вот. Пока это приводит, ну, вот, к негативу такому, достаточно, ну, к серьезному негативу приводит это. К боли, к болезням, что это приводит вас. А будет ли, ну, как-то по-другому? То есть, нет, не будет. А вот всегда это будет приводить, ну, вот, к такому, вот, всегда это будет приводить, вот, к таким, а, реакциям всегда это будет, а, вот, как-то, ну, ну, восприниматься вами вот так. А, пока, пока вы будете, ну, вот, как-то на маму здесь, ну, опираться, да, и, полагаться на нее, требовать от нее что-то, игнорируя при этом ее проблемы, да, и игнорируя при этом свой отклик. По сути. По сути. Потому что ваш отклик, он, ну, есть объективно, он присутствует, он, ну, он не может не присутствовать, он есть этот отклик ваш. А, просто, вы на это, вот, ну, как-то, не обращайте свое внимание, что, вот так я бы сказал. Ну, вот, а что вы делаете сейчас, да? Ну, сейчас вы, на мой взгляд, пытаетесь найти союзника. Ну, вот, в нашем лице, вот, вы сейчас пытаетесь сделать, сделать так, чтобы мы вам вот пришли, да, и помогли. А, ну, ну, быстренько. Вот. Вы сейчас пытаетесь сделать так, чтобы на нас опереться. Вот. Ну, выходите, выходите на нас, на нас опереться. Вот. Ну, а дальше вы надеетесь, что мама как-то изменится, там, и так далее. Вот. Ну, право в том, что меняться с мамой не будет, да? Потому что у нее нет для этого, как бы, ну, мотивации, да? Нет для этого стимула. Ее все устраивает, вы реагируете на ее, значит, слова вам. Так как, в общем-то, ну, так как нужно ей. Вот. И в этом смысле, ну, вообще, вот, в этом смысле все хорошо. В этом смысле, вот, все замечательно. Вот. В этом смысле вообще никаких проблем нет. Менять идеи сейчас что-либо вообще не надо. Потому что, ну, как бы, вот, все ее устраивает. Потому что вы хоть и сопротивляетесь, да? Как-то вот. Ну, вы как-то вот пытаетесь сопротивляться, но все равно она чувствует, что вы откликаетесь на ее, ну, на ее фразы, да? Да, но ее слава, вы откликаетесь. Вот. Ам... К... К... Ам... Ну, к сожалению. И вот, если я и вижу для себя, ну, какую-то возможность набрать, да, если я вижу для себя возможность что-то для вас сделать, что мне кажется, что это было бы именно такое ограничение, я бы сказал, Лос-Атман, вот такая вот психоэмоциональная сепарация, вот именно вот психоэмоциональная сепарация, кликаем это в команду, сепарирование, чтобы мама говорила то, что, ну, то, что она хочет, чтобы она, ну, могла говорить, то, что вот вообще, то, что ей в голову приходит. И чтобы вы могли на это откликаться, да, вот, так как, ну, вот, так как вы хотите, вот, ну, не особо при этом, ну, задумываясь права она, не права она, вот, что для вас, вот, ну, как-то будет означать, ну, ее, вот, какие-то слова, да, высказывания, вот, нанесет ли они, значит, какой-то смысл там, сакральный и прочее. Но для этого нужно обладать определенной вот устойчивостью. Для этого нужно обладать определенной устойчивостью. А устойчивости у вас как раз таки нет. То есть, ну, вот на себя, да, вы не опираетесь. И вот это вот отсутствие такой опоры на себя, вы пытаетесь компенсировать отсутствие опоры на себя, вы пытаетесь компенсировать, ну, вот, условно говоря, внутренней борьбой с мамой. Вот. Которая абсолютно бесполезна. Вот, это самая внутренняя борьба. Которая вам ничего не дает. От слова совсем. Вам эта борьба вообще ничего не дает. Она вас, грубо говоря, ну, только вас, эм, ну, истощает. Вот. И, соответственно, эм, вот. На мой взгляд, эм, ну, на мой взгляд, эм, ну, на мой взгляд, это то, что может, эм, то, чем, эм, то, чем мы вам можем помочь. Вот. И если вы хотите, конечно, чтобы, ну, чтобы мы вам помогли. Да? Эм, да? Вот. Потому что, ну, тут еще пока не совсем ясно, да, какую помощь вы хотите, как вы хотите, чтобы, ну, чтобы мы вам помогли, да? И так далее. Вот. То есть, ну, вот, тут есть вот эти вот нюансы, да, тут есть вот эти вот элементы еще, да, которые, значит, нужно обратить, ну, нужно обратить внимание. Вот. Ну, я думаю, что, вот, если вы определитесь с этим, то всё это решится довольно, ну, может быть, не прямо-таки быстро, да? Вот. Потому что, э, есть нюансы касаемо того, как вы это относитесь, да, вот, есть нюансы касаемо того, как вы это воспринимаете, вот, есть, э, есть, э, нюансы касаемо того, э, что у вас, вот, с вашей, э, ну, э, личной жизнью, то есть, ну, как у вас, вот, личная жизнь, э, складывается, да, и как она у вас, э, э, ну, развивается, скажем так. Вот. Эти нюансы, э, ну, не, э, нельзя, э, э, игнорировать на данный момент. Вот. Но, э, всё это, э, всё это корректируется. Что это корректируется? Вот. Важно, э, важно именно, чтобы вы сами для себя определились, э, чего вы хотите. Вот. Что вы хотите от себя, что вы хотите от вашей мамы, э, вот, и, соответственно, э, как, как дальше вы планируете, значит, то, что вы планируете с этим делать. Вот. А если вас пугает, если вас пугает то, что мама говорит, да, например, если вас это пугает, то вы с этим согласны сами. Вот. Вы с этим, вы с этим согласны сами. Значит, такие мысли, э, приходят, ну, либо приходят, да, либо приходили, э, в голову к вам. Вот. Ну, она просто их как-то вот, ну, ну, подтвердила, да. То есть она как-то, как-то вот, э, просто, ну, э, озвучила. Вот. Она просто озвучила то, э, то, э, чего вы сами, ну, чего вы сами боитесь, как-бы. То есть, э, в этом смысле, ну, значит, это вот такая ваша активность, получается. Ну, ну, в этом смысле, в этом смысле, в этом случае. И с этой активностью, мне кажется, и нужно работать, в первую очередь. Вот. Ну, на этом все. А, я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Понравился, надеюсь, что вам, э, вам было интересно и, э, полезно то, что, э, ну, то есть я вам, э, то есть я вам рассказал. Буду благодарен, э, вам, э, за обрядную связь, э, по моему ответу, это, позволит вам, э, начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Удачи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...